Уроки игры на караталах с Нитянандой Пранам Дасом и Кришна Киртанам Дасом. Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Я хотел бы представиться. Меня зовут Кришна Киртан Дас. Мой духовный учитель Шрила Джайпатака Свами, Ачарья Искон. Также рядом со мной Нитянанда Пран Дас Адхикари, который очень хорошо играет на Мриданге. Мы из Бангладеша и являемся членами Международного общества сознания Кришны. С тех пор, как мы в Искон, мы играем на караталах и Мридангах и путешествуем от деревни к деревне с Киртанами. В нашей замечательной группе, в состав которой входит 15 человек, у нас есть певцы, те преданные, которые играют на Мриданге, и те преданные, которые играют на караталах. И сейчас я хочу научить вас, как играть на караталах. Я хочу научить вас играть правильно и красиво. Вы понимаете, что без практики никто ни на чем не может научиться играть. И, как говорится, практика делает нас совершенными. Поэтому я хочу научить вас, как держать караталы, как правильно выбрать караталы. Очень важно правильно выбрать караталы, потому что в настоящее время есть очень много некачественных. Надо обратить внимание, что они должны быть сделаны из белой меди, а также должны быть оба настроены на один и тот же тон. Если караталы будут отличаться по своей настройке по тону, они будут издавать неприятный звук. Поэтому я прошу вас, подбирайте караталы очень тщательно. Иногда очень трудно найти хорошие караталы. Я сам бываю в замешательстве. Вы видите, сколько здесь много различных караталов. И вот из этой большой кучи я нашел только пару хороших. Это вполне хорошая пара. Она настроена на один тон. Я вам покажу, как надо держать караталы. Надо держать караталы вот так. Или вы можете сделать немножко по-другому. Вот так. Теперь, как же сделать правильный звук? Ударить по краю или ударить в середину? Мы должны подобрать соответствующую звуковую вибрацию в зависимости от типа киртона, который мы собираемся петь и играть. Вы должны понимать, что караталы среднего размера подходят практически под любой тип музыки. Или, например, вот эти караталы, хампу. В Бенгалии мы зовем их хампу, или некоторые называют их рама-караталы. Это большие караталы должны использоваться для совместного воспевания. Часто мы используем эти караталы в конце киртона. Матан или катан, как это называется в Бенгалии. В самом конце киртона для прославления Господа Кришны и Прабхупады. Эти караталы мы обычно используем вне храма, на открытом воздухе. И дети, в принципе, не должны играть на таких больших караталах. И если большие караталы производят большой громкий звук, то маленькие караталы производят более приятный нежный звук. И мы не должны смешивать звук тех и других, потому что вместе они звучат очень-очень плохо. Старайтесь извлекать хороший звук. Ваши уши сразу это оценят, и другим людям будет тоже приятно. Старайтесь избегать грубых звуков. Старайтесь издавать очень хороший звук. Существует еще один другой тип больших каратал. Все зависит от того, какой тип киртона вы ведете. Если вы проводите очень большой киртон на улице, хоринаму, вы можете играть на таких вот караталах. Если у нас маленький киртон, то мы должны использовать вот такие маленькие караталы с нежным звуком. Я сейчас покажу вам, как извлекать правильно звук из этих каратал. Если мы будем ударять караталы по центру, то будет появляться очень резкий звук. Если мы будем бить по краю, то будет очень приятный звук. Если мы будем бить по ободочку, то звук будет очень прозрачным. Также вы можете ударять и придерживать караталы вот таким образом. Это тоже создает хороший звук. Сейчас я покажу вам, как издавать разные звуки, ударяя по разным частям каратала. Удары в центр производят очень широкий, открытый звук. Удары по краю воспроизводят более тихий, но приятный звук. И удары по ободу воспроизводят очень громкий звук. А вот есть другой прием игры вверх и вниз. То есть вниз, а потом вверх. Также вы можете воспроизвести очень хороший звук, ударяя по стороне или по ободу караталов. Указательный палец придерживает эту сторону каратала. Придерживая и отпуская палец, мы тем самым создаем разные звуки. Вот так. Другой тип звука, который вы можете использовать, следующий. Он достигается движением в вашей кисти, которую вы двигаете таким образом. В этом приеме оба каратала открыты и оба привязаны к указательным пальцам. И сейчас я хочу попросить всех попробовать вместе со мной, поскольку практика – это очень важная вещь. Так как повторение – мать учения, и чем больше вы практикуетесь, тем больше вы узнаете, и без практики вы не сможете выучить ничего. Поэтому давайте попрактикуемся вместе. У меня есть один ритм, и мы попробуем с этим ритмом. И вы, в принципе, тоже можете петь. Сейчас мы споем мелодию, которая называется «Мелодия Прабхупады». Это очень простая мелодия. Это 16-битовый или 16-дольный ритм. Даспари ритм. Нитей-пран сейчас поможет мне, играя на Мриданге. Итананда Пран is helping me by playing Vidanga, you see. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как вы видели, Нитананда Пран играл ритм Кахарба. Это 16-дольный ритм, так как 4 на 4 будет 16. И если мы разделим 16 на 4, то получим 4. Итак, он играл на 4 четверти, и караталы играли тоже на 4 четверти. Вот так. Раз, два, три, четыре. А я ударял раз, два, три. Раз, два, три. Когда ритм быстрый, тяжело понять, как ударять по караталам. Сперва я играл так. Потом я стал играть так. Субтитры создавал DimaTorzok Все зависит от практики. Поэтому, пожалуйста, практикуйте, практикуйте и практикуйте. Итак, другой ритм, который называется Дадра. Дадра это 6 ударов, 6 четвертей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пожалуйста, следуйте за мной. Сейчас мы споем мелодию Киртан. Очень сладостный. Пожалуйста, повторяйте за мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, вы должны ударять на один, три, четыре, шесть. Пожалуйста, не ударяйте на два и пять. Их надо пропускать. Пожалуйста, не ударяйте на два и пять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, повторяйте со мной. Повторяйте. Теперь я покажу вам Шок Акатали. На Бенгале это звучит несколько по-иному, но смысл тот же. В Бангладеше это называется Дзхатти. Это 8 ударов, 8 четвертей. И звучит это так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь мы разберем сабдтал, пятидольный. Два плюс три. Будет пять. Раз-два, раз-два-три. Пожалуйста, попробуй вместе со мной. Продолжение следует... Продолжение следует... Раз-два, раз-два-три. Раз-два, раз-два-три. Раз-два, три, четыре, пять. Это сабдтал, пятидольный. Два плюс три. Раз-два, раз-два-три. И вы должны ударять только на раз. Таким образом. Пожалуйста, попробуйте со мной. Мы сейчас поем Харе Кришна. И, пожалуйста, пытайтесь играть вместе со мной. Нитянанда Прапу, пожалуйста, Мридангу. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рамо, Харе Рамо, Харе Рамо, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рамо, Харе Рамо, Харе Рамо, Харе Рамо, Харе Рамо, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рамо, Харе Рамо, Харе Рамо. Харе Кришна Харе Кришна Харе Харе Рамо Харе Рамо Рамо Харе Харе Антут Три Антут Три еще у нас есть ритм таура это семь четвертей фанту фондю 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 кгути 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Раз-два-три, раз-два, раз-два. Как и в прошлом упражнении, вы должны ударять только на раз. Раз, два, три, раз, два, раз, два. Я ударяю только одной стороной, хотя можно ударять и обеими. Сейчас мы разучим ритм Даш Пари. Это 16-дольный ритм. Никинанда Прабху будет играть на барабанах вместе со мной, и вы, пожалуйста, играйте с нами и практикуйтесь. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 , Hare, 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 Ramo. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крупноразмерные караталы должны использоваться следующим образом Субтитры создавал DimaTorzok Мы, конечно, можем играть раз-два-три, но это очень сложно, поскольку караталы очень большие И вы должны быть очень натренированы, чтобы играть такой ритм на больших караталах Иначе вы просто сломаете весь ритм Поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны Субтитры создавал DimaTorzok Большое спасибо Мы, Кришна Киртан и Нитянанда Пран, дали вам уроки по караталам и надеемся, что вы их успешно выучите Я всегда пытаюсь помочь преданным, даю им уроки, и если преданные смогут извлечь какую-то пользу из этих уроков, то я буду очень счастлив Пожалуйста, воспевайте имена Бога, общайтесь с преданными в храме, так как караталы сами по себе не дадут вам возможности вернуться назад к Богу Только имена Бога могут это сделать Поэтому воспевайте и играйте на караталах во имя Господа Большое спасибо, Харе Кришна Продюсер и режиссер Нарисимхананда Дас Производство кинокомпании Искон Телебед Продюсер и режиссер Нарисимхананда Дас